Здравствуйте, уважаемые зрители канала Протвиток. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Осень работ 8. Сейчас очень много работы в огороде. Идет сбор урожая, а также подготовка почвы к посадке под зиму овощей. Готовятся посадочные ямы для посадки ягодных кустарников и плодовых деревьев. И в этот период нужно обезопасить нашу почву от почвенных вредителей, особенно таких, как проволочник и хрущ. И в сегодняшнем ролике я расскажу вам, как это правильно сделать. А сейчас хочу сделать небольшое объявление. С 21 по 25 сентября в Москве на Сокольниках состоится ярмарка-выставка «Фазенде-2022». Всех приглашаем на данную выставку. Будем рады вас там увидеть, пообщаться, ответить на интересующие вопросы по биопрепаратам и по уходу за растениями. До встречи на выставке! В своем огороде я стараюсь применять биологические препараты, ведь это очень важно для получения здорового урожая и для сохранения собственного здоровья. Наши постоянные зрители уже много раз слышали о таком биопрепарате, как метаризиум. Метаризиум – это такой почвенный гриб, который минерализует вредителей в почве. А в отсутствие вредителей переходит на питание растительными остатками и таким образом повышает плодородие почвы. Однако, не только метаризиум можно пользоваться от почвенных вредителей, но и другими биологическими препаратами. Против различных почвенных вредителей отлично подойдет такой препарат, как бактоцит. Вот такая большая банка у меня есть в наличии. В этом препарате действующее вещество – бациллус торингентис. 8-10 миллиардов спор на 1 мл препарата. Данный препарат рекомендован производителям для борьбы с различными листогрызущими насекомыми. Однако, бациллус торингентис – это спорообразующая почвенная бактерия. А значит, препарат может использоваться и против различных почвенных вредителей. В ходе исследований установлено, что препарат безопасен для различных полезных насекомых. Например, таких, как божьи коровки, златоглазки, а также пчелы. Данным препаратом я пользуюсь практически весь сезон, особенно в осенний период, когда у меня идет посадка клубники. Раствором препарата я проливаю посадочные лунки для клубники, а также посадочные ямы под голубику и плодовые деревья. Нужно сказать, что кроме этого препарата я пользуюсь и грибными препаратами от различных вредителей. Например, это такие препараты, как метаризиум и баверия. Но как же их правильно применять, чтобы была максимальная польза? Дело в том, что бактериальные и грибные препараты вместе применять нежелательно, так как идет большая конкуренция. Если вы проливаете почву, например, метаризиумом от почвенных вредителей, тогда по листу работайте бактоцидом. Либо применяйте данные препараты для пролива почвы с интервалом 2-3 недели. В этом случае конкуренция будет незначительная и растения получат максимальную пользу, будут защищены от почвенных вредителей. Согласно инструкции производителя, для обработки по листу понадобится 125 мл препарата на 10 л воды. Если же мы делаем пролив почвы раствором, то концентрацию можно немного увеличить. Понадобится примерно 200 мл препарата на 10 л воды. Например, для полива клубники при посадке примерно литр готового раствора. Посадочную яму для ягодных кустарников, либо плодовых деревьев примерно 10-20 л раствора. Кстати, данным препаратом можно пользоваться и осенью для обработки нашего урожая. Например, таким препаратом я обрабатываю в осенний период при необходимости капусту от гусениц. Ведь качаны уже завязались и сбор урожая очень скоро. И различными химическими препаратами, конечно, пользоваться уже нельзя. Ведь урожай может накопить различные отравляющие вещества. В этом случае поможет опять же бактоцит. Раствором препарата обрабатываю капусту и уже через несколько дней, да в принципе и сразу, капусту можно употреблять в пищу. Ведь препарат не токсичен и не имеет сроков ожидания. Производитель указывает срок хранения препарата 12 месяцев. Однако из опыта могу сказать, что препарат может храниться в 2-3 раза больше указанного срока, не теряя своего титробактерий. То есть не теряя полезных свойств. Препарат нужно хранить в холоде от 0 до 12 градусов тепла. Например, летом такие условия тяжело создать, поэтому препарат я храню в холодильнике. А в зимний период попросту ставлю банки с препаратом в погреб и они хранятся до следующего сезона. Потом весной я достаю препарат из погреба и опять же использую по назначению. Обрабатываю растения по листу и проливаю почву от различных почвенных вредителей. Обязательно используйте биопрепараты для борьбы с почвенными вредителями, с листогрязущими вредителями. Ведь они безопасны для здоровья человека, безопасны для окружающей среды и для вашего урожая. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!